Молочное животноводство Молочное животноводство Молочное животноводство Поэтому нужно задуматься о породе молочного стада Если мы хотим получить 7000 литров молока То необходимо подумать не только о кормах и селекционном потенциале Но и о тех кадрах, которые будут обслуживать стадо Об организации работы и управления стадом И наконец, чтобы получить 9000 литров молока в год Необходимо ко всем этим условиям Добавить коровник с соответствующими условиями содержания Итак, рассмотрим технологию содержания высокопродуктивного стада Конструкция коровника прежде всего должна обеспечивать Все необходимые условия для комфортного самочувствия коров К примеру, типовые советские коровники Малопригодны для содержания высокопродуктивных молочных коров Главным образом потому, что технологический процесс ухода за стадом Требует постоянного присутствия в коровнике обслуживающего персонала Следовательно, при проектировании коровника Создаются условия для людей, а не для коров В предлагаемой технологии все основные процессы, требующие участия людей Вынесены за пределы коровника Что дает возможность создать для стада условия максимального комфорта В процессе дыхания корова в среднем выделяет от 600 до 1000 кубометров углекислого газа и метана в сутки В закрытом коровнике эти вредные для здоровья коров газы накапливаются Поэтому помещение, в котором содержится крупный рогатый скот Должно соответствующим образом вентилироваться В данном случае достаточная вентиляция обеспечивается высотой помещения Которая составляет 11,5 метров И обуславливает достаточный объем воздуха в коровнике, а также постоянным притоком воздуха Проблема притока большого количества свежего воздуха в данном случае решена посредством условных стен Такая стена обеспечивает свободный доступ в коровник не только воздуха, но и солнечного света, что тоже немаловажно Кроме того, благодаря постоянному притоку воздуха в таких коровниках отсутствует проблема с мухами При сильном ветре, осадках, других неблагоприятных погодных условиях стена может быть автоматически закрыта шторой Конструкция стен также позволяет поддерживать оптимальный температурный режим Который для коров составляет промежуток от плюс 15 до минус 15 градусов Цельсия Этой же цели служит светлая окраска крыши, уменьшающая нагревание коровника летом Комфортная температура существенно влияет на продуктивность коров Поскольку повышение температуры на каждый градус свыше 20 градусов Цельсия идет к падению аппетита коровы на 3% К примеру, в летний период стресс у коровы наступает при повышении температуры до 30 градусов Цельсия Как следствие, аппетит снижается на 30% Если обычно корова съедает 25-30 кг корма в сухом веществе в сутки То в условиях стресса она потребляет на 8 кг сухого вещества меньше Что приводит к падению удоев на 16 литров у высокопродуктивных коров Следующим условием продуктивности коров является свободный доступ к кормам и воде в любое время суток Что позволяет корове получать корм в индивидуальном режиме и обеспечивает максимально эффективное усваивание кормов Это возможно только при беспривязном содержании Кроме того, коровы при таком содержании могут свободно передвигаться И они на 20% более продуктивны, чем коровы на привязи Частота коровника – одно из главных условий здоровья и продуктивности коров Уборка навоза происходит постоянно с помощью дельта-скреперов Что позволяет, во-первых, постоянно поддерживать чистоту в коровнике А во-вторых, освобождает персонал фермы от этой трудоемкой части ухода за крупным рогатым скотом Как известно, количество молока, получаемого от коровы, напрямую зависит от циркуляции крови через ее вымя К примеру, для получения одного литра молока через вымя коровы должно проциркулировать 500 литров крови При длительных активных движениях кровь перераспределяется от вымяни коровы к мышцам Следовательно, продуктивность коровы падает Таким образом, продуктивная корова молочной породы должна как можно больше лежать В этом случае лактационная функция коровы будет максимальной Для этой цели в коровнике оборудованы специальные сухие боксы В которых коровы чувствуют себя комфортно, чтобы уславливать длительное время лежания коровы Вес коровы в среднем составляет около 600 кг Поэтому важно, чтобы подстилка, в которой лежит корова, была достаточно мягкой и не травмировала кожу животного В качестве подстилки в боксах используется песок, имеющий массу преимуществ перед остальными материалами Во-первых, это неорганический материал, препятствующий развитию патологической микрофлоры Во-вторых, рыхлая структура песка легко принимает форму тела коровы И не вызывает каких-либо повреждений кожного покрова коровы И позволяет избежать травматизма Кормовые столы в коровнике расположены на высоте 15 см от уровня пола и передней ноги коровы Поверхность кормового стола ровная и покрытая эпоксидной смолой Что предотвращает разъедание поверхности слюной коровы А также обеспечивает комфорт для коровьего языка Напольное расположение кормовых столов исключает потерю кормов А также способствует большему выделению слюны у коровы И как следствие, лучшему перевариванию пищи Наблюдение за стадом осуществляется из стеклянного бюро Расположенного над кормораздаточным столом Только при соблюдении этих основных условий Возможно полноценное содержание высокопродуктивного молочного стада